Максим Покровский В Петрограде в 1918 году, когда моя прабабушка Марья Николаевна, работая в госпитале, в военном Николаевском госпитале, заболела гриппом испанкой. Был такой страшный грипп в то время, в октябре 1918 года, практически не выживали люди, смертность была большая. И на третий день, уже лежа на госпитальной койке, молилась, и ей привиделась в дверях, как она потом рассказывала, икона, образ Казанской Божьей Матери. Марья Николаевна взмолилась, Богородица, приблизься, я приложусь и выздоровлю. И просто чудесным образом икона начала передвигаться по воздуху, приблизилась к ней, Марья Николаевна приложилась и пошла на поправку. Первое, что она сделала, когда вышла из госпиталя, выздоровев, она поехала в Казанский собор, знаете, в Петербурге, купила там очень небольшой образок в окладе Казанской иконы Божьей Матери. С того времени он всегда был у нее. Перед смертью она передала его дочери Евгении, моей бабушке. И на этом история только, можно сказать, началась. Потому что во время войны семья оказалась в блокадном Ленинграде. Жили они, правда, под Ленинградом, в Колпино. Мужа Евгения эвакуировали на Урал. Танковое производство, тяжелые танки, КВ-1. А она с тремя детьми, двухлетним сыном младшим, моей мамой пятилетней и старшим сыном, ему было 10 на тот момент, осталась в Ленинграде. Их тоже должны были вывезти. С большим трудом ей удалось попасть на последний эшелон. И она вот с удивлением узнала, что отправка будет 4 ноября 1941 года с Финляндского вокзала. День Казанской иконы Божьей Матери. День Казанской иконы. Первое, что она сделала, когда пришла домой, она нашла этот маленький образок, в вещах он сохранился. Сшила, как она мне рассказывала, потом маленький вельветовый мешочек, положила туда иконку, метрики детей, документы, повесила его на грудь. И вот как ладанку. Весь долгий путь, а ехали они в товарных, как вы понимаете, вагонах 55 дней в пути. Эта икона была у него на груди. Но, что удивительно, 4 ноября они сели в поезд на вокзале, но не уехали, разбомбили паровоз. Позже, уже занимаясь историей своей семьи, я обнаружил, что если бы они отправились в тот день на берег Ладожского озера, в порт Осиновец, то попали бы они на один из кораблей конвоя. Был тогда такой сторожевик-конструктор, который в тот день, вот в ночь с 4 на 5 ноября, выйдя из порта Осиновец, был разбомблен. Погибло порядка 200 человек, это были как раз семьи эвакуированных рабочих с Кировского и Жорского заводов. Только 6 ноября удалось вот семье, большой, сесть на канонерскую лодку. И 7 часов, как мне рассказывала моя бабушка, они шли по Ладоге, их бомбили, конвой отстреливался. 7 часов была бомбежка, вот что могли, как вы думаете, люди, только молиться, я так понимаю. Ничего ты не можешь сделать, когда ты мишень. Я благодарен тем, честно говоря, краснофлотцам, которые все-таки довели конвой до Большой Земли. А дальше уже поезд, дорога, бомбежка под станцией Бабаева, когда потерялся старший сын, Валентин, десятилетка. Как он мне рассказывал, еще будучи жив, когда разбомбили вот этот вот эшелон эвакуированный. За ним, по полю, он бегал, метался, как заяц. А за ним, еще за одним мальчишкой, летал мессер. И просто вот забавлялся. Выпускал пулеметные очереди, с трудом они спаслись. Маленькую Нину, мою маму, бабушка вытащила из вагона. Дала ему в руки двухлетнего младшего, сказала, посадила под куст, сказала, только уйди отсюда. Бомбежка, самолеты. Она бежит искать старшего. Мама как сидела вот со своим младшим братиком, обняла его. И как молитву, только бы мама вернулась, только бы мама вернулась. Мама вернулась. Мало того, бабушка моя Евгения даже еще и отцепила горящий вагон, который разбомбили. Умудрилась как-то. Вот. 28 декабря 1941 года эшелон пришел сюда, в Свердловск. Встал рядом с площадью первой пятилетки на Уралмаш. И сейчас это место, это бывшая ДК имени Сталина. Сейчас я даже не знаю, тоже ДК, по-моему, вот там встал эшелон. И там их встретил мой дед. Всех троих живых довезла Евгения Николаевна Макутина. Когда она вот приехала, извините за подробность, вот этот вельветовый мешочек, он просто, говорит, шевелился на нас. Потому что, как вы понимаете, в таких тяжелых условиях почти без еды. Воду брали, снег с буксов у вагонов. Отойти от поезда боялись. Меняли детские вещи где-то там, чтобы только выжить. Делились последним куском хлеба с ней. Она всегда говорила и всегда мне повторяла. Свет не без добрых людей. Только так можно было доехать. И я вот считаю, что, знаете, то поколение, да, жили они в стране, где практически уже не оставалось ни церквей, ни священников, но они продолжали жить, вот как-то, знаете, отдавая душу свою за други, своя. И не думая о том, что должна быть какая-то за это плата. Вот. Довезла она всех троих. Все трое выжили. Даже умирающий младший, двухлетний Константин. Она его выходила. Врачи сказали, все, дайте ему умереть. Вот. Нет. Моя бабушка Евгения Николаевна Макутина дожила до 90 лет. Вырастила четверых детей. Здесь родился еще один сын. Семья осталась здесь, на Урале. Воспитывала внуков. И теперь иконку эту маленькую Казанской Божьей Матери хранит моя мама. Та самая пятилетняя девочка Нина из блокадного Ленинграда. Ну, вот, наверное, вкратце. Максим, у бабушки фамилия была Макутина, а у вас ведь священческая фамилия Покровский. Она откуда? Это уже папин род. Это Брянщина, Орловщина, род Бельских, Покровских. Священники. Довольно, так сказать, длительное поколение. Но я, вот, получается, правнук. Прадеда моего Андрея Покровского расстреляли в 1938 году. Ну, вы помните время, какое было. Ну, надо сказать, что он, видимо, честно, хотя и, видимо, по тем временам зря, высказывал свое мнение откровенно. Да, он не любил советскую власть, он был священником. Но это, к сожалению, ему вот на процессе и вменили в вину. Ну, высшая мера наказания в связи с тем, что по статье, по которой его осуждали, та самая 58-я статья, 10-й пункт, антисоветская агитация, там была сноска о том, что если используются религиозные настроения при агитации, то высшая мера. Это было отягчающим обстоятельством? Да, священник. Это фактически отягчающие обстоятельства. Потому что мой дед Георгий, старший его сын, на тот момент уже жил на Урале, работал в колхозе. Когда был раскулачен в 1930 году, как кулак второй категории, что было кулачить, не знаю, но, видимо, что-то было. Вот, уехал в другой регион, работал здесь. А вот его младший брат, средний сын моего деда Андрея, тот 5 лет провел в поселок Ягодное, Магаданская область. Но вернулся через 10 лет, правда. Потому что 5 лет еще там проработал вдаль строя. Потом уже нашел здесь, на Урале, своего старшего брата, рассказал ему всю эту историю, откуда я все это и знаю. А знаю, собственно, из папиной рукописи, которую он оставил. Для нас, вот, для меня. А я вот как раз хотела спросить. Вы специально изучали историю семьи. Вы пользуетесь какими-то, может быть, архивными данными? То есть сидите, работаете с документами? Сейчас, благо, есть такая возможность. Или это только вот папина рукопись? Нет, вы знаете, я где-то с 90-х годов, тогда еще так активно интернетом не пользовался. Это был следующий этап поисков. Я просто, пользуясь возможностью, ездил по архивам. В Ленинграде, Петрограде, Петербурге, в Брянске был, в Москве. Писал запросы, получал ответы. Запрашивал ФСБ Брянской области, тогда это называлось МБР, как раз по расстрельному делу прадеда Андрея Покровского. Мне приходили ответы. Я приезжал в Брянск, встречался, читал это дело, работал там в архиве, в библиотеках. Вот уже когда появилась возможность все это делать дистанционно, используя интернет, сейчас я просто, я до сих пор это продолжаю, но сейчас я просто запрашиваю архивы и, естественно, оплачивая их услуги, получаю то диски, то какие-то письма, ответы, продолжаю это. Потому что, знаете, когда я в 90-м году крестился, тогда еще неосознанно крестился, я по одной простой причине. Я понял, что все-таки я продолжаю тот род, те роды даже, которые когда-то жили в этой стране, на этой земле, и все, заметьте, были крещеные. Когда я понял, что как-то я чем-то явно отличаюсь от них, ну, совершенно как бы, вот, честно говоря, просто именно потому, что я осознал свою принадлежность к России, к роду, к христианству. Вот. Я крестился. Ну, правда, вот церковлялся позже уже, лет через 8, только уже как-то более осознанно. Но тогда это очень помогло. Спасибо, Максим, и за этот рассказ, и за очень добрый, настоящий пример всем нам, потому что такое благоговейное хранение, узнавание истории своей семьи, это, если мы сейчас вот все этим не озаботимся, то мы потеряем свои истории, и уже не будем даже в состоянии ответить на вопрос, а как звали твою прабабушка, а уж тем более, а что, какая жизнь у нее была, как складывалась ее история. Спасибо, друзья, с вами была программа. Спасибо. Есть что сказать. Оставайтесь с нами сегодня и всегда. Субтитры подогнал «Симон»